Всем привет, с вами Евгений. Сегодня компания Sony представила новую серию Xperia X. У нас есть 3XA, у нас есть лысый, у нас, к сожалению, нет тачек и нет пушек, но у нас есть три модели Xperia X, XA и X Performance, и сейчас мы с ними познакомимся. Они выдержаны в едином стиле, с небольшими отличиями, но довольно существенно отличается по характеристикам. В руке у меня младшая модель XA, потому что серия X, а A, потому что в Японии подфлагманская серия под Z была A, но вот теперь ее сюда добавили. В общем, ха. Задник из пластика, но ощущается металлическим, сначала даже перепутали. Рамка из металла, экран, так же как и у модели C5 Ultra, лишь он бортиков. Диагональ 5 дюймов, разрешение HD. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, основной камеры 13 Мп. Динамик находится внизу, сканер пальца нет, традиционная металлическая кнопка, я по ней соскучился. Влагозащита отсутствует. Процессор Mediatek Helio P10, оперативной памяти 2 ГБ, внутренней памяти 16 ГБ, есть microSD. Емкость батареи 2300 мАч. Это обычный Xperia X, диагональ такая же, 5 дюймов, разрешение выше, Full HD. Фронталка 13 Мп, основная камера 23 Мп, сенсор IMX300. Улучшен он за счет предикативного фокуса. Автоматика теперь предугадывает движение объекта, что позволяет точнее фокусироваться и умнее фокусироваться на нем. Динамика 2, сверху и снизу. Влагозащита не заявлена. Сбоку у нас сканер пальца, такой же, как у серии Xperia Z5. Корпус полностью металлический, не только боковина, но и задник. Внутри мы имеем дело с процессором Snapdragon 650. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, постоянной памяти 32 ГБ. Емкость батареи составляет 2620 мАч. А это Xperia X Performance. Отличить от XM можно только приложив их друг к другу. Толщина разная. X Performance чуть-чуть потолще. Если увидите. И камера у X Performance, соответственно, она утоплена. А у Xperia X немножко выпирает. При этом X Performance защищен от воды и пыли и имеет более мощную аппаратную начинку. Во флагмане стоит процессор Snapdragon 820, а емкость батареи составляет 2700 мАч. Немножко больше. Камеры, разрешение экрана, объем оперативной памяти идентичны. Продажи стартуют к лету, скорее всего в мае. Цены обещают конкурентоспособные. Мы так предполагаем, что Xperia XA станет настоящим бестселлером. И цена будет в районе 20 тысяч рублей. Может быть чуть-чуть больше. Первое впечатление очень положительное. Телефоны добротно собраны. Металл ощущается металлом. Это на самом деле важно, потому что пошла мода у некоторых компаний. Выпускать металлические смартфоны, которые как пластик. Металлических смартфонов у Xperia не было очень давно. Xperia P, Xperia Ion. В общем, давным-давно. И я надеюсь, что этот тренд компания будет поддерживать, потому что полностью стеклянные Xperia Z немножко надоели. Спасибо за внимание. С вами был Евгений. Мой был Telephone.ru. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok